здравствуйте в этом выпуске новостей от приан закрытие программы гражданство гренады что происходит с ценами на кипре в москве начинается сезон выставок зарубежной недвижимости начну с самой горячей иммиграционной новости последних недель с 31 марта для граждан россии и беларуси закрывается последняя действующая инвестиционная программа гражданство на карибах всего таких программ как известно 5 4 из них не принимают заявки от россиян и беларусов уже год гренада держалась до последнего но под давлением американских властей присоединяется к ограничениям после 31 марта то есть осталось меньше трех недель и те кто хочет успеть получить гренадский паспорт подать заявку еще могут здесь важно успеть сделать первый шаг подать минимальный набор апостелированных документов остальные можно будет досылать позднее единственное что действовать надо реально быстро и важно понимать что авторизованные агентства по программе гренады то есть компании которые собственно сопровождают клиента при подаче документов работают сейчас буквально в авральном режиме кому может быть интересен паспорт гренады раньше его с оттенком пренебрежения скажем так называли тревел документом действительно главное что он дает возможность безвизового въезда великобританию страны шенгена китай сингапур гонконг но сейчас ведь ценность свободного перемещения возросла многократно а главное альтернативу этой программы по сути и не осталось россиянин может стать гражданином турции или вануату но паспорта этих стран такой свободы перемещений не дают напомню еще про опции участия в программе их собственно две нужно или приобрести недвижимость одобренную правительством гренады на сумму от 220 тысяч долларов владеть ее надо не менее пяти лет и заявитель должен также заплатить пошлины их размер зависит от состава семьи которая собственно подается на гражданство второй вариант дарение невозвратный взнос в национальный фонд гренады здесь сумма также зависит от числа заявителей минимально это 150 тысяч долларов список авторизованных агентов на всякий случай в описании ролика после закрытия программы гренады одной из немногих доступных инвестиционных и миграционных схем для россиян остается программа постоянного вида на жительство на кипре такой пмж выдается бессрочную правда остров не входит в шенген и даже для поездок в европу резиденту потребуется виза но все-таки на кипре получить ее легче что там с ценами шторм со спросом последний заметно растет по данным земельного департамента феврале 2023 года по сравнению с февралем 22 число сделок увеличилось на 8 процентов и это самый высокий показатель последнего месяца зимы за последние 15 лет похожие рекорды мы наблюдаем уже около полугода что касается цен то как это часто бывает данные из разных источников очень различаются например цифры от кипи мджи квартиры на острове за год к четвертому кварталу 22 года подорожали на 12 процентов дома на 9 а вот те же самые показатели от финтех компании эскуайр квартиры плюс 10 процентов дома всего один процент роста в 2022 году апартаменты на кипре дорожали чуть быстрее в прошлом году апартаменты пользовались большой популярностью об этом говорит сам факт того что 40 процентов всех транзакций было связано с покупкой апартаментов и это выражено не только в количестве но и в стоимости 22 году на кипре было продано апартамента на сумму 2 и 1 миллиарда что составляет 600 миллионов рост многие из этих транзакций именно проходили в сегменте недвижимости под пмж то есть это 300 тысяч плюс ндс и в этом сегменте спрос высокий а предложение становится все меньше и меньше поэтому конечно же цены растут и конечно же спрос со стороны иностранцев играет в этом большую роль еще одна характерная цифра уже за весь прошлый год спрос со стороны граждан из третьих стран то есть не изъезд вырос практически в два с половиной раза угадайте что называется с чего бы вдруг такой интерес и новостроек по цене чуть дороже 300 тысяч евро особенно в высокой стадии готовности в продаже последние 8-10 месяцев откровенно мало как правило предлагают проекты которые заканчиваются в двадцать четвертом двадцать пятом а то и в двадцать шестом году то что именно иностранцы желающие получить пмж или даже переезжающие на кипр влияют на рынок косвенно подтверждает динамика цен на коммерческую недвижимость за прошлый год ставки в объектах ритейла и складах почти не выросли а вот в офисах очень даже конечно же спрос на коммерческую недвижимость на кипре особенно для масоле сейчас дейв пафосе тоже превышает предложение связано это в первую очередь с тем что в прошлом году на кипр переехала огромное количество иностранных компаний по опубликованным данным порядка тысячи иностранных компаний переехали на кипр и перевезли своих сотрудников поэтому спрос на коммерческую недвижимость очень и очень на высоком уровне и еще любопытные показатели текущей доходности кипр никогда не был местом где инвесторы получали большие проценты в моменте то есть в середине и конце прошлого года показатели могли резко вырасти но очевидно это принесло хороший результат в первую очередь тем кто уже давно владел жильем под сдачу показатели по краткосрочной аренде будут чуть выше но все равно это явно европейская а не азиатская доходность заключение три важных анонса в середине марта начинается сезон выставок зарубежной недвижимости традиционно самые крупные проходят в москве на этих выходных в мэриот royal аврора на петровке непив через неделю 17 и 18 марта на тишинке инвест-шоу там кстати мы с вами можем увидеться вход на выставке традиционно свободный но нужно зарегистрироваться в описании к этому ролику ссылки на регистрацию на оба мероприятия ну и 14 марта в 13.00 буду рад видеть вас на вебинаре приан который посвящен недвижимости северного кипра этот регион бурно развивается в какой-то степени под влиянием активно росшего в последние годы рынка турции напомню кстати что турция единственная сторона признающая независимость этой части кипра ну и еще один фактор актуальный для россиян и украинцев эта территория относительно безопасно и здесь собственники арендаторы недвижимости могут находиться бессрочно такие аргументы за последний год мало чем бьются и так 14 марта в вебинар с экспертами компании just prime homes поговорим о ценах юридических нюансах и о том как проходит сделка на этом все ставьте лайки подписывайтесь на наш канал и еще больше новостей на портале приан всем мира всем безопасности до встречи